Томмагоровская сложность энтропии для действий аминабельных долг. Я вообще занимаюсь сэкономической теорией, но в основном энтропии. А еще с детства, естественно, с древних времен, в моей жизни меня интересует томмагоровская сложность. Я начну с того, что это томмагоровская сложность. Я буду обозначать вот так, у вас такие издательства, множество всех, бывающих на строчек. У меня будет интересовать такое понятие, как вычислимая функция. Но вычислимая функция – это просто функция, которую нужно вычислить на компьютере. То есть есть там какой-то алгоритм, не знаю, как предмашина Тюринг, да, там алгоритм Маркл, не знаю, есть много разных формализаций этого понятия. Ну, не важно, вычислимая функция. Вот, пускай назад мы вычислимая функция f из 2 в степени звездочек и 2 в степени звездочек. Вот. Ну, тогда мы можем определить колмагоровскую сложность по отношению к этой функции f. Это будет функция. Ну, то есть, x есть 2 в степени звездочек, это конечная двойчая строчка. Это конечная двойчая строчка. И мы определим c f от x как минимум длины y таких, что f от y равно x. То есть, мы зафиксировали какой-то способ, который, как бы, вот f, это какой-то, так скажем, какой-то способ, который берет сжатое описание и его вот разжимает в, там, не знаю, изображение, например. Ну, какое-то кодирование. И вот мы смотрим, на самом деле, какое у нас есть наибольшое описание. Наиболее описание геничного элемента. Вот. Это колмагоровская сложность. То есть, она зависит от строчки или функции? Да, пока что от строчки и функции. Может быть, она бесконечность. А? Может быть, она бесконечность. Конечно, да. Пока что она может быть равна бесконечности, да. Как она может сейчас... Ну, если у нас, например, нет прообраза просто у точки, все, как-то... А, прообраз. Да. Мы... Важно, да. Теперь, ну, понятно, что слишком много каких-то перемен, а зачем нам какая-то функция? Нам хочется что-то, что за... Какую-то сложность, которая нам зависит от того, что... Только от строчки. Вот. Ну, вот есть такая теорема. Теорема Кламокрова-Соломоно. Та у нее достаточно. Та у нас следующее, что если у нас есть, что у нас есть такая функция R, существует R, вычисленная R, такая, что в любой другой вычисленной функции 5-трих есть константа K. Такая, что до любого X из 25-трих есть константа K. C, F на X, меньше или по-равному, меньше, чем C, F на X, плюс там. Вот. Вот есть такая вот функция. Есть такая вот вещественная функция. На самом деле она устроена очень просто. То есть это... Ну что, нам нужно какое-то, блинное, такое, так скажем, универсальное описание. Оно устроено, например, в свою очередь, потому что у нас вначале это интерпретатор, который просто берет... Смотрит на строчку, он считает, что первый кусок строчки — это программа, а дальше как бы строчка, которая нуждает на вход этой программе. И вот это вот так, например, работает, в общем-то... А звездочка — это бесконечная, полстанетная, стелеконечная, или... Бесконечная. 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 Стелеконечная, конечная, бесконечная. Бесконечная. А как K зависит от длины? Как K? Никак. Вот, вот, для любого F существует K, для любого F существует K, но оно, конечно, K F4. То есть оно... Оно как-то зависит от F4, а больше ничего не зависит. От XA не зависит. Вот. Всё. Никакого больше. Вот чисто константы. И поэтому, поэтому резонно взять какую-нибудь такую функцию F, зафиксировать её и сказать, что вот, мы зафиксируем F, F фиксируем, а какая-то будет. И мы просто определим кромокровскую сложность, уже без всяких оговоров дурацких, как инициатор X равно. C, F, F, F. Вот. То есть, понятно, это какая-то штука, которая обненасочена сюда константы. Вот. То есть, ну, можно сказать, что это элемент класса функций, если бы факторизует там по прибавлениям, по ограниченной функции. Вот. Ну, что это за объект такой? Ну, это, смотрите, вот, например, вот, как бы банальное понятие сложности строчки или комбинаторного объекта. Ну, это просто, не знаю, там, логарифм размера множества, которым этот комбинаторный объект принадлежит. Не знаю, логарифм размера длинной строчки. Но это очень тупо, потому что, смотрите, вы можете взять какую-нибудь таблицу, там, не знаю, свидетель, таблицу, да, сих. Трикотическую таблицу. Вот. Она будет такая толстенькая, там, книжка, если она точная. Вот. Но её, в принципе, достаточно, ну, там, навряд ли много информации не содержится, она очень легко генерируется, да, с помощью компьютера. Вот. Или, там, не знаю, в десяти миллионах знаков числа Пи тоже вроде не очень много информации, на самом деле, содержится. Потому что вот вся информация, которая содержится, была уже сказана много. Десять миллионов знаков числа Пи. Всё. Вот. Вот. Мне, по крайней мере, было сказано на первом накладе. Вот. Ну, всё, значит, вот, это всё, что можно сказать про клмагоровскую сложность. А меня интересует динамический аспект. А, нет, ещё не всё. Правильно, что клмагоровская сложность это логарифм длины или сама длина минимальной программы, которая выдаёт данную строчку. Да, не совсем так, но… На каком-нибудь фиксированном данном языке. Ну, это, как бы, правильная интуиция, да. Это не строго, но это правильная интуиция. Ну, а строго? А строго было? Ну, вот. Строго было написано, всё. Ну, вот. Значит, прикольно. Ну, смотрите, я это определил на двоечных строчках, на самом деле, это можно определить для произвольного комбинаторного объекта, на самом деле. Вот, если у вас есть какой-то комбинаторный объект, вы его просто перенумеруете каким-нибудь хорошим способом, и всё. Ну, у вас несложно увидеть, что комбинаторская сложность, она не увеличивается при применении алгоритмических преобразований. Типа, если у вас есть какое-то, ну, какое-то отображение же, то, ну, понятно, cf от x будет больше, чем c от x плюс o от большого единицы. Вот. Поэтому... Эрр должен быть каким-то вычислимым, да? Вычислимым, да. Вычислимым, да. Ну, я просто у меня уже похожа на руку, поэтому не буду столь глупого. Только жар. Вот. Другая рука, пожалуйста. Вот. И вот это вот наблюдение, оно говорит, что, на самом деле, действительно, для каких-нибудь комбинаторных объектов, не знаю, например, графов, раскрашенных графов, не знаю, подножеств групп, конечных подножеств групп, мы можем определять колмогорскую сложность. И это будет достаточно хорошо определенный объект. Вот. Теперь, еще понятие такое сразу, чтобы с вычислимой, так, по поле меня разобраться. Вычислимая группа. Ну, вычислимая группа, это очень просто. Вычислимой группой я называю группу, у которой элемент это натуральный ряд. Значит, вычислимая группа. Это группа, у которой элемент это натуральный ряд. У нас что еще должно быть? Ну, групповая операция, произведение. Эта операция должна быть вычислимой. И что еще? Ну, единичка у нас фиксирована, пускай это будет единичка натурального ряда. Все. Ну, вот. Понятно, что после этого у нас получается, что обратно, взять обратно элементы тоже вычислим, а просто перебором вот так и раз, и получаем все это тоже вычислимая функция. Вот. Группа-конечная? Нет, нет. Еще одна. Ну, если натуральный ряд, то мышц элементов, наверное, она не конечная. Нет, а перебором... А, да, да. То есть, впечатлимая, значит, что она остановится. Ну, в смысле? Ну, у тебя просто есть программа, которая берет элементик, она такая смотрит, давай я попробую перемножить с этим. Да, но впечатлим просто означает, что она тогда остановится. Раз, и все. У живого входа она просто останавливается. Да, да, да. Никакой-никакой эффективности, а какой эффективности, если ты еще не идет. Это... Тебе не... Не временная сторона. А, да, да. Вот. Все, значит, вычислимая группа, это понятно, что такое. Всем понятно? Надеюсь, всем. Все. С этим вещем закончили. Вот. Значит, для чего я буду считать полумокоровскую сложность? Я буду считать полумокоровскую сложность, в самом деле, для объектов, которые возникают из раскрасок группы. Ну, таких просто вот. Для рассказа будут поступки. Сначала самый простой вариант. У нас группа Z, и эта группа Z, она будет действовать сдвигами на A в стекле Z, где A это конечное множество. Ну вот, понятно. Фига, и все. Ну вот. Не понятно. Непонятно? Непонятно, как действует? Напишу. Значит, у нас X отсюда. В последующий раздвигает налево. Да. И X от Y будет равно X от Y плюс Y. Вот. Вот определение этого действия. Зачем? 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 Послал осуществить мою сусловку. Так, записи. Короче. Да. Да. У вас публичная лекция. Ну вот. Ну ладно. В любом случае. Что я хочу сказать об этом действии? Это действие... Вот это, на самом деле, компакт. Ну мы с основной топологией произведения. Эта штука действует гомеоморфизмами. Вот. Это нам важно. И что мы можем еще сделать? Мы можем... У нас есть компакт. Мы на нем действуем гомеоморфизмами. Почему? Потому что мы не становились на вариантные меры. И более того, эрганические вариантные меры. Пускай не уходим на вариантные меры. И пускай эта мера еще будет эрганической. Это понятное слово. Кому это слово понятно? Нет, наверное, не всем. Значит... Ну эрганическое это означает, что просто если а инвариантное множество... Инвариантное множество... Не а, конечно, а у... Тупо. Какое-то множество B инвариантное, то оно... У него B либо равно U, либо делится. То есть у нас всякое инвариантное множество. Оно такое либо совсем незаметное, либо оно все пространство. Вот. Ну и почему я инцепсуюсь эрганическим мерами? Потому что есть в эрганической теории теорема об эрганическом разложении на эрганические компоненты, которые говорят, что на самом деле, грубо говоря, любую систему можно разрезать на эрганические кусочки. Ну, не совсем так, но, короче, для некоторых степей можно так сказать. Вот. И если отображение тождественное, то... ...эрганические кусочки были... Они будут... Ну да, это, например, такой пример, что если, например, возьмем тождественное отображение на отрезке, то, да, у нас эрганические компоненты будут точечки, а вот это вот самое разрезание, оно будет такое непрерывное. Ну, короче, да, это... То, что я сказал, что это разрезание — это интуитивно. Понятно, что у нас есть какой-то вариант, где у нас просто, например... Ну, у нас есть система, да, у нас есть пространство. Допустим, у нас есть просто два кусочка таких независимых, каждый из которых органический. Понимаете, что это такой, как бы, хороший случай, как бы? Да. Ну, такой интуитивно понятный. А есть, когда у нас, на самом деле, просто вот оно как непрерывно нашинковано, но об этом люди тоже умеют говорить, но просто, ну, короче, я не хочу удаваться. Просто будем работать с органическими мерами. Всё. Как бы. Но в проекте есть хорошая теория, как бы, полезно знать. Вот. Вот. А здесь-то правда. Каждая точка — это... Да. Каждая точка — это человеческая компонентация. Вот. Ну, с таким как другим. Вот. И, собственно, чем вопрос, который интересует нас, следующее, что вот у нас есть мера. Раз есть мера, мы можем взять типичную по этой мере точку, почти каждую точку. Что мы можем рассказать про почти каждую точку в плане полмогорских слов? Что мы можем про него узнавать? А мы будем считать вот такую вещь. Я ее обозначил. А. С. С. Непонятно. А? Непонятно. Ну, сейчас я... Непонятно другое. Раньше последовательность была вроде конечная или был набор увеличивающихся этих самых иксов, да? Да, да. Я сейчас определю просто что-то, чтобы все сейчас будет понятно. Да. Все понятно. Как бы... АС с крышкой от Х — это будет просто вот такая вот штука. Верхний предел. АС от Х сузить на 0 N-1 и поделить на M. Ну, еще мы вот АС снизу от Х. Ну, я думаю, что вы сможете что-то сделать с этой формулой. Вот. И превратить ее в АС снизу. Наверное, вот это вот. Прямо от 0 N-1? А то, что у нас Z — это ненатуральное число, тут важно? А. Ну, это не принципиально, на самом деле. Конечно, понятно, что в этом определении я как бы забыл про... Вообще просто полностью забил на отрицательный отрезок, но это не принципиально. Вот. В этих рассмотрениях это не принципиально. Потому что потом я буду вообще говорить про общую теорию, где, конечно, можно брать, там, произвольно... Ну, относительно произвольные отрезки. Ну, просто для простоты. Все. Что такое C? C — это вот. А. Это кумагрузная сложность. Все. Понятно. Значит, то есть, что я делаю? Я беру отрезочек, я беру бесконечную строчку, я ее режу. Беру отрезочек длины n, считаю по-моему, грузскую сложность, беру верхний предел. То есть, такая симпатическая сложность. Верхняя, нижняя. Вот. Позитивный вопрос. Ну да. Вот, собственно, все. Мы теперь можем про типичную точку спрашивать. Что это за числа такие будут? Один. 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 Хе-хе-хе. Нет. Нет. Для типичной точки это теорем грудной, 80-х годов. Теорем грудной. Сейчас. Грудной. 50-е. 50-е. Ну да, начало 80-х. Вот такая вот штука. АС вверху равно АС нижнему. Равно чему? Равно энтропии. Энтропии нашего действия. А в степени Z. Нет. Вот. Тут какие-то штуки уже определены, а вот эта штука не определена. Сейчас я что-то... Я запутался. Мы брали случайно. А по какой мере ещё? Ню почти всех х в степени G. Сейчас. Какую меру вы ещё раз брали? Мы взяли инварианту энергоическую мелу. Так. Ню в инварианту, я сейчас там пишу. Ну инварианты энергоическое. Эргоическое на АС степени Z. А стандартные меры вернули там неэргоническое? Стандартные меры вернули, конечно, всегда эргоническое. Но бывают другие. Ну, конечно, да. Много есть мер, которые не вернули. Это сюрприз. Нет, это может быть не сюрприз. Сейчас, хорошо. Наверное, я могу думать не только про пакет. Хорошо. Давайте, как вообще строится... Вот это, то, что называется, такое символическое представление. То есть у нас наша система, вот эта система, которая мы рассмотрим, она такая символическая. То есть это просто символы сдвига. А можно символную динамику рассмотреть? В смысле, перекладывание отрезков является частным случаем этой штуки? Ну, на самом деле, это вообще ничего. Это вообще просто так можно описать практически любую систему с конечной метропией. Ну, не практически, а просто любую. Потому что просто у вас есть... Ну, сейчас я... Потому что разбить на куски и пометить их сильно. Да, да, да. Есть разбитие на куски, и дальше вы просто получаете... У вас было какое-то непонятное пространство, а вы сделали... Ну, я сейчас стараюсь. Вот, как раз я к этому и ушел. Вот, давайте сотрем. Я сейчас буду говорить какие-то вещи, какие-то вещи просто про динамические системы, а какие-то вещи для того, чтобы определить вот эту же вещь. Вот эту же вещь. Это называется энтропия. Я ее определю, не бойтесь. Вот. Это какой-то инвариант нашего действия с инвариантами мира. Вот. Ну, смотрите. У нас будет такое понятие «разбиение». Разбиение — это просто разбиение. Вот. Ничего такого. Разбиение пространства — это просто набор кусочков, которые безъюнтные, которые вместе дают пространство. Это разбиение. Ну, еще эти кусочки будут изверенными. Вот. С разбиением у нас есть такая операция «галка». Галка она делает следующее. Я не буду давать определение вербальное. Сделал такое. Смотри. Смотри. Вот у нас здесь два таких разбиения. Да? Она нам дает вот такую вот вещь. Вот. Понятно, что она делает? Класс. Все парни пресечены. Да, да, да. Вот. Значит, это операция «галка». Значит, альфа, галка, галка, бета. И теперь нам нужно еще такое понятие, как шерновская энтропия. Мы ее определим для сначала для вероятности монетра. Вероятность монетра — это просто по следовательности чисел, неотрицательный, у которых сумма идиничка. Ну, первое место для вероятности монетра b. А что b — это будет просто по определению сумма, минус сумма, по идее логарифе b. Ну, еще такое вот соглашение, что ноль логу ноль, про логу ноль. Ну, это я не прерывусь, если мы как-то продолжим. Вот так вот. Ну, самое главное, что это же такая функция особая. Ну, не b, а вот это какая-то неважная. Вот, сумма. И если у нас есть разбиение, то мы тоже для него определим энтропию. Это просто будет энтропия, соответствующая вероятность монетра. Но если у нас мера зафиксирована, то понятно, что это имеет смысл. Вот. И все, мы готовы к тому, чтобы определить... А, нет, еще не готовы. Вот. Еще нам нужно завести такое понятие, порождающего... Я образую еще все время. Я буду говорить порождающее разбиение. Альфа, пускай, и... Альфа, это разбиение... Разбиение... Разбиение х... Хм... Пространство хм... Это вероятность на пространство. Пространство. И у нас здесь задано действие группы G. G действует... Это счетная группа, которая действует... Сохраняющая меру образом на вероятность на пространство. И альфа, это разбиение вот этого вероятность на пространство. Мы скажем, что альфа... Альфа, это порождающее разбиение, порождающее разбиение, или образующее... Я говорю так. Если... 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 Существует... Х' подморство Х такое, что... Ну, у меня х' равна 1. И для любых... Х... Х1 и Х2... Из Х' Существует... Ж... Такое, что... Ж... Х1 и Ж... Х2... Полежат в разных кусках... В разных кусках... Кусках... Альфа... То есть, у нас, на самом деле, альфа, так, с точки зрения 0, разделяет точки... Динамические. Его образы поддействия на этой штуке... Да. Да. И тогда... И тогда, на самом деле... Замечу сразу же, что... Замечу сразу же, что в такой ситуации работает следующая конструкция. Ну, вот, у нас есть разбиение альфа. Давайте каждому его элементу сопоставим букву алфавита, какую заведем алфавит. Ну, предположим, что даже разбиение конечное. Альфа... Понятно, что у нас возникает отображение... Какое-то отображение... П... Из Х-минут... В А... И это отображение, естественно, можем продолжить до отображения из Х... Из Х в... Ну, просто из Х, прошу, давайте... Просто из Х... Из Х в А в степени Ж. Да. Если у нас было действие. Ну, просто, понятно. Таким образом, чтобы у нас это превратилось в факторизацию... В факторизацию действий. Угу. Понятно, это мы можем сделать? Угу. Вот. Ну, и всё. И тогда мы получили, что у нас особо любая система, если у нее есть конечное порождающее взбиение, она превращается в символическую. Вот. Ну, как бы, то, что это изомархизм, это самый тонкий момент. Это следует там из теории Рокина, но, короче, замесем под ковер. Короче, это так. Вот. Класс. Что такое энтропия гинемической системы? Да. Мы готовы дать старое взбиение. Пускай у нас вот есть... У нас сетинболка простой, Z, действует на X, и α – это порождающее взбиение. Давайте конечное порождающее взбиение. Конечное. Конечное порождающее взбиение. Ну, тогда H, G и Q будет просто определяться как предел энтропии. Галочку берем по А в степени И. Сейчас скажу, что такое А в степени И. И будет равно 0, когда я ее энтропии плюс 1, поделить на n. А в степени И – это просто сдвиг разбиения на... Вот у нас есть натуральные числа, поэтому это просто сдвиг на вот это натуральное число. Понятно, что такое сдвиг разбиение. Вот. Всё. Ну, это разбиение, которое получается применением всех его частей. Да, да, да. То есть мы берем сдвиг на не сдвинутое разбиение, потом подразбиваем его сдвинутую ничку, сдвинутую на полку, сдвинутую на полку, сдвинутую на полку и так далее, сдвинутую на полку. А вот как является эти разностные реакторы энтропии, а от разбиения как? А от разбиения? Просто, да, я это сделал. А. Просто мы смотрим соответствующие вероятности реактора. Вот. И берем его. Вот. Это называется энтропия Толмоброва-Синая. Это такой очень крайне важный объект, крайне важный вариант динамической системы. Да. У него есть, ну, как бы, много чего про него можно сказать. Там, не знаю, например, беремульские действия классифицируются с помощью энтропии. Вот. Это их единственный вариант. Вот. Который полностью их классифицирует. Вот. То есть беремульские действия, они вот просто, на самом деле, это просто числа от нуля до бесконечности. Вот. Если их классифицировать. Вот. Ну, в итоге мы получили, что вот такая вот штука динамическая, она нам дает ответ на такой вот комбинаторный вопрос. А, собственно, ну что дальше-то? А дальше вопрос такой. Хочется нам заменить группу Z на какую-то более общую группу. Ну, и тут приемлемая общность состоит в том, чтобы потребовать, чтобы наша группа действующая была счетной, была вычислимой аминабельной группой, как называемой. Вот. Ну, вычислимая это понятно, а аминабельная это, наверное, не всем известно, что такое аминабельная группа. А кто тут знает, что такое аминабельная группа? Я ведь раз слышу, он сегодня запомнил. Ну, ладно. Типа, не мытьем, как капать нет. Вот. Значит, аминабельная группа, это такая штука. У нас есть G, это счетная группа. Сначала мы определим промежуточный объект. Вот у нас есть последовательность F конечных подножиц. Конечных подножиц. Подножиц. В G. Именно подножиц. Никакой структуры не требуется от них. Ни подгрупп, ничего. Просто подножиц. Вот. Мы скажем, что это фермеровская последовательность, если для любого G, ну, из нашей группы, верно следующее. G, F, это. G, F, это пересечь с F, это. вот такая штука стремится к делица при стремящейся к бесконечности то есть вот это множество с большим номером оно при сдвиге будет ну почти не поменяется я не конечный пример стандартный пример это вот решайте и что такое в если у вас есть группа полименального роста то вы можете взять шарики но не все но можно доказать что на самом деле что обязательно будут существовать сколько угодно большие шарики будут удовольствовать условия это приятно как упражнится но в любом случае вот а мы говорим что мы упоминаем если у нее есть фирменовская последовательность нет 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 очень многие хотят этого и как бы они пишут как аксиомы это не нужно общает как бы это как бы нигде не требуется не детям не нигде это нужно вот аменабельная группа это группа это группа у которой есть фирменовские последовательность но я вот так сказал типа группу которая с юридической последовательности как эта хрень общая на самом деле одно из самых таких ключевых понятий математики 20-го и даже современными потому что у него просто в миллион переопределений не знаю например эту группу которых есть конечно объективные варианты мира вот это сложно ну не очень сложно но это типа не не сказать двух словах типа там льем о девушках и все такое причем бесконечно вот короче много чего про сочетание да да вот короче типа ну нет это хорошая и красивая теория но просто не совсем тривиальная так скажем вот хорошо значит наш сетинг это счетная аменабельная группа которая при этом еще и вычислима кстати сколько у меня времени еще мы начали 20 минут бывает так что группа аменабельная но вычислимая но при этом вот например предъявить вычисленным образом это фальмировское семейство нельзя а это упражнение на самом деле несложно пугать что ее просто перебором можно построить смотрите ну вот да это на самом деле полезно как бы дело в общем что у нас все элементы группы они по нему естественным образом номеров ну поэтому просто требуйте что это условие выполняется для все больше и большего набора для элементов со все большим и большим номером и со все большей и большей точностью грубо говоря и просто перебирайте пока все возможные конечные подморства короче короче да сразу же определение я вот использую такое понятие ну я его не буду здесь ну как бы в теореме своей я использую его я говорю что фермеровское множество скромное 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 если колмогоровское сложности фермеровских множеств она равна по-малому от их размера вот и утверждение утверждение что на самом деле у нас для любой вычитывальной обменной группы все время есть скромная фермеровская последовательность вот это первая часть ну ну короче да вот допустим вот 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 такого хватит такого хватит для любого вычитывания обменной группы всегда существует скромное фермеровское пост�เอ findet все это доказывается ровно так же просто перепорный алгоритм строит вот но на самом деле есть более сильные на этот счет комментарий, но я не буду на них склонавливаться, вот, и, собственно, что я хочу сделать, я хочу перевести это на вот этот язык, вот, я хочу здесь что-то сделать, я хочу заменить здесь на A в стекле G, я хочу, что еще, мне нужно дать определение, новое определение AC, как мы дадим новое определение AC, ну, в общем, сюда не на 0, а на тонировские множества, ага, тут будет делиться на размер тонировских множеств, да, и нужно еще поправить определение энтропии, правильно, ну, что мы сделаем, мы просто здесь будем делать G, а тут G будет из этого, ага, делайте будем на размерах этого, кажется, все, вот, теперь теорема, она превратилась в теорему Алпеев, значит, на самом деле 15-го года, но я ее еще записывал долго даже, короче, 18-го, вот, значит, ну, инвариантная г-4 мер на A в стекле G, G это, G это вычислимая энергией на лево, потом еще у нас условия на фермеровскую последовательность, и открытая, это скромная фермеровская последовательность, который удовлетворяет условия, так называемой сепирированности, но я не буду говорить там, которая еще, скажем так, она хорошая еще дополнительная, единственное про эту хорошесть я скажу, что из любой, из любой последовательности фермеровской можно выбрать хорошую подпоследовательность, это какое-то комбинаторное условие, то есть, вот смотрите, у меня определение скромной последовательности, оно, оно устоящее относительно взятия подпоследовательности, поэтому, как бы, если у нас, вот, есть такая штука, короче, можно просто выбрать условия, вот, ну, там есть оно, есть дополнительные комбинаторные условия, и это дополнительные комбинаторные условия нам нужно для того, чтобы у нас работала эрголическая теория, в смысле, эрголическая диарема даже. Давайте я вот скажу, вообще, как это все примерно доказывается, все я не докажу и не хочу даже доказывать все, я хочу доказать верхнюю оценку, что вот эта штука сверху оценивает вот эти вот вещи. Ну, понятно, что верхнюю, конечно, энтропию. Смотрите. Предположим, что у нас, давайте вот спустимся, как бы, на землю, и у нас просто длинная строчка в конечном уровне. А в сегмент у нас длинная строчка. Мы, что мы можем сказать про энтропию любого, про сложность этой строчки, вот у нас W, отсюда. Скажем, W, если у нас известна частота букв. На самом деле, есть классическая теория машинона, которая говорит, что она немножко про другую историю, но у нас есть, там, не знаю, кодирование хавкона, там, все такое что-то. На самом деле, если у вас какой-то букв больше, то мы ее можем как-то сокодировать как-то экономненько, так вот, что-то какие-то пишутки. Ну, все это, на самом деле, записано следующим образом, что C в дукульте это приблизительно энтропия вероятностного вектора, который создает нам частоты мов, шенновская, умножить на n, ну, на длину нашего слова. Плюс там, ну, на самом деле, если чтобы было просто равно, это плюс от единицы. От единицы по n. Вот. Как вы догадывались, это доказывается просто с помощью формулы стерлинга, просто подсчета. То есть мы как можем закопировать эту строчку? Мы просто говорим, что у нас столько-то один, такой буквы, столько-то такой буквы, столько-то такой буквы, А дальше у нас получается какое-то множество, задается таким образом, ну, где вот такое количество, вот такие частоты буквы, такие. И мы просто говорим, ну, давайте вот много ватим, вот запишем в это множество и все. Вот эта кодировка, которая нам реализует вот такую условию. Что такое? Это просто частоты букв в нашей строчке. А, alpha-shu, это вот шенновская энтропия. Да, да, шенновская энтропия. То есть мы берем частоты букв, и это подсказывает, на самом деле, вот эта вот штука, подсказывает нам, как мы можем вообще доказывать верхнюю оценку. Если у нас, вот у нас есть фермерская энтропия, ну, вот он, да, у нас там, мы берем типичную точку, у нас получаются какие-то частоты встречаемости букв, да? Ну, мы сразу получаем, что давайте вот обозначим, да, давайте обозначим вот это вот разбиение, alpha-разбиение, которое получается у нас в единичной координате. Ну, типо, у нас разбиение на просто буквах, да? Вы говорите, что у нас те элементы, у которых в единичке а, а1, те элементы, у которых в единичке а2 и так далее. Это понятно? А, alpha, значит, это разбиение как и множество. У нас будет множество, которое мы назовем, там, не знаю, b1, которое получается как х из а в единичке, у которых в единичке группы равно а1. b2, ну, это понятно, то же самое, только с а2. Ну, просто вот мы смотрим вот такое вот разбиение в единичке нашего, понятно, что это разбиение, понятно, что это порождающее разбиение. Вот. Ну, и, ну, понятно, что в итоге у человека следующее, что нам хочется, чтобы, ну, то есть, если мы посмотрим на это разбиение, то у нас окажется, что буквы будут встречаться примерно с частотой, равной задаваемой вот этой вероятностью 2. Первый раз, как вероятность диектором, а, а, а. h1. b-2. 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 Да, да. Вот. Почему это так? Почему это так? Потому что есть так называемая органическая теорема. Я конкретно использую недавнюю, которая говорит, что у вас есть действие группы на множество, на пространство смерти, сохраняющие нервы и эргоническое действие, и у вас есть какое-то подможество, и вы смотрите, как часто вы в это подможество попадаете. И, грубо говоря, эргоническое теоремо говорит, что вы попадаете с частотой, просто равной в мире этого множества. Что значит попадание? На самом деле мы берем просто фернеровские множества и смотрим, как сдвигены элементы этого фернеровского множества. Ну, короче, ровно то, что нам здесь и нужно, на самом деле. Единственное, что в этой теореме как раз есть условия для того, что последовательность хорошая, вот она здесь и возникает. Вот там хорошая последовательность, там нужно. Ну, как бы, по человеку такое, что мы получаем, что у нас, если у нас есть частоты какие-то, если у нас у этих множеств какие-то меры... А если у меня энтропия еще там распределяет какое-то разбиение от того, что тебя его сбегают на все эти самые элементы и свои множества... Мы сейчас оцениваем, 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 оцениваем калмопровскую сложность в классе, точно. Ну, вот, пожалуйста, ты это описываешь, это, значит, строение энтропии, не правильно? У меня же разбиение, охлаждающее... Ну, кстати, мы понимаем, что это связанное... Просто это... ты сразу говоришь или что-то одно? Я говорю именно про оценку, оценку сверху. Вот. Что я хочу доказать? Это то, что вот у нас есть вот это альфа, вот это разбиение, которое алфавитное разбиение, что у нас есть тривиальная оценка, что ac, ac от x будет, ну, не совсем тривиальная, будет не больше, чем h от альфа, где альфа – это алфавитное разбиение. Вот это делается ровно таким образом, что мы смотрим, применяем эргоическую теорему, она говорит, что у нас частоты будут в этом фермерском множестве, будут приблизительно совпадать с вероятностью вектором, который нам выдает это разбиение, потом мы применяем вот это наблюдение и получаем, что вот всё, как бы у нас действительно сложность в типичной точке будет не больше, чем шемманская эндропия, порождающая разбиение. Вот это, вот этого порождающего разбиение. Теперь... Теперь нам хочется, смотрите, проблему в том, что у нас есть какая-то пропасть. То есть у нас, а мы взяли, вот, мы доказали эту нашу оценку для конкретного разбиения, а нам хочется, ну, нам хочется, значит, чтобы у нас было, ну, как бы, разбиение с такой эндропией, с эндропией близкой к... с шемманской эндропией близкой к эндропии действия. Более того, на самом деле нам хочется вот такой вот вещи. Нам хочется, чтобы у нас была система В в степени G, ну, на которой, понятно, действует G, какая-то мерами. И фактор В в степени G, тут у нас, понятно, уже мерами. Ну, я с вами скажу, что, на самом деле, я просто использую готовую учебу теорему. И готовая теорема устроена следующим образом. Он говорит, что, если у нас G на X, ну, сохраняющую меру, меру, органическое действие, плюс еще существенно свободное. Существенно свободное, значит, что у всех, понятно, у почти всех точек стабилизатор привиальный. Существенно свободное. То для любогоексилона больше нуля существует конечное порождающее разбиение, альфа ну, бета, давайте скажем чуть-чуть сразу такое, что ашер бета, ну, шевмерская энтропия, меньше, чем энтропия вот этой системы Xμ G плюс и абселл То есть мы можем потерять там совсем чуть-чуть но при этом получить уже порождающий разбиение. И, собственно, трюк какой? Ну что, мы просто используем вот это символическое кодирование, оно нам дает азоморфизм, но раз азоморфизм, значит, оно обратимо. Мы делаем символическое кодирование отсюда-сюда, оно обратимо, значит, мы получаем обратное отображение. Поэтому у нас есть факторизация. Вот. Как бы казалось бы все, казалось бы мы победили, но на самом деле еще нет. еще нет. Еще нет. Так. Нам нужно на самом деле доказать, что для почти всякой точки у нас есть монотонность вот этой вот симпатической сложности. Ага. Понимаешь, что если мы это сделаем, то мы победим для вот этих вот существенных задач. У нас есть монотонность и симпатическую сложности для точки. Угу. Какая-то сложность, монотонная точка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. У нас есть факторизация и нам хочется доказать, что для почти любой точки ню Вот это действие органическое. Это действие органическое. Для почти АС верхняя от пи от У меньше либо равно, чем АС верхняя от у Символизация не увеличивает сложность, сдвиг по факторизации не увеличивает сложность. Как это доказывается? Это легко доказать для так называемых клеточных отображений. Клеточное отображение полностью восстанавливается по BG в A. Вы смотрите просто значение в единичке. Если у вас есть вот это, то вы по ней восстанавливаете это, зная, что это эквариант отображения. И обратно. Смотрите. Клеточный автомат это когда вот это отображение будет непрерывно. Ну и на самом деле вот это тоже отображение будет непрерывно. Или что если сказать на другом языке, что у нас есть в BGG, что у нас есть факторизация в BGG, где D это конечное множество. Это просто-просто проекция. А дальше мы получаем отображение в A и вот это вот на самом деле по другому отображению. То есть оно зависит только от количества координат. Андрей, извините, я спробиваюсь. Сколько вам времени нужно, чтобы как бы нам дойти до того... Я думаю, что за пару минут. Да, потому что как-то так. Я никак вас не нажимаю, чтобы сохранять расписание. Не-не, всё-всё-всё-всё. У меня пять минут уже остаётся, нет? Да, уже. А, не меньше. Всё-всё. Короче, всё-всё. Я уже почти закончил. Да, смотрите. У нас есть клеточный автомат. Клеточный автомат. Клеточное отображение, извините. Мы докажем эту штуку, вот эту монотонзу для клеточного отображения. И почему для клеточного отображения анагонама? Потому что у нас есть фейлеровское множество. И мы смотрим... Вот у нас есть точка, да? Мы смотрим её про... Значит, у нас есть точка, у нас есть её образ. Мы просто смотрим, что значение на фейлеровском множество и её образы мы можем восстановить из значения чуть большего множества. Ну, у нас фейлеровский множество... У нас... П от... П от Y на F восстанавливается по... Y на... Судить на D. Вот. И эта штука по определению фейлеровского множества, на самом деле, будет почти-почти фейлеровским множеством, поэтому, на самом деле, у нас есть монотонность. И дальше просто... Простой аппроксимативный аргумент это, ну, просто, на самом деле, вот упражнение по теории меры, что у нас всякое вариантов измеримое отображение, вот такое, можно аппроксинировать к клеточным отображениям. Но, раз мы можем аппроксинировать, то там тоже с помощью артеологической теоремы доказывают, что, на самом деле, эта нерависть распространяется на все отображения и варианты. Поэтому для всех отображений это верно. мы поэтому купили для существенного свободного действия осталось, почему мы купили для всех действий ну мы купили для всех действий, потому что можем домножить любое действие на Бернульевское действие как раз, маленькой энтропии и мы таким образом получаем существенную свободность а то, что мы домножили на Бернульевское действие, это еще означает, что мы не потеряли отгоночность ну и поэтому мы, короче ладно Ладно. Ничего. Вот всё. Как-то так. Вопросы? Когда условия вычисленности группы, сколько она ограничена вообще? Ну, условия вычисленности группы, оно, если мы говорим о конечно порождённых группах, оно эквивалентно разрешенности проблем и слов. Вот так вот я скажу для других. Оно, в принципе, конечно, достаточно ограничительное. С другой стороны, мы всегда можем переходить к оракулу. Мы можем взять оракулу, типа сказать, что у нас не просто ванильные участвуемые функции, а мы скажем, у нас есть оракул, который сделал вот эту вот группу вычислимой. То есть, есть дополнительная операция, которая сравняет, решает проблему слову этой группы? Да, да, да. Например. И тогда, ну, конечно, у нас поменяется немножко понятие колмогородской сложности сразу же. Но вот, типа, для вот этой вот относительной колмогородской сложности у нас будет такая же теорема. Вот. Да, я нижнюю границу не привёл, как бы, доказательство нижней границы, потому что оно, там, оно есть уже грудное, оно нигде, там, во всех работах, в предыдущих, оно, типа, не менялось. Везде где-то пытались доказывать, а тут доказывалось с помощью одной и той же техники, которая везде работает. Вот. А этот вот так немножко. Потому что вот эта вот теорема про генератор, это, я не сказал, это шварка-такер-дроп на самом деле. Шварка-такер-дроп. 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 Это пятнадцатый год. Ну, на самом деле, можно обойтись и более древними штуками, я умею это делать, используя результаты конца девяностых. А не пятнадцатого Но там немножко чуть сложнее получается Тут вообще сразу, просто ссылка и все Сейчас броню, наверное, что если группа вычистима То условия обвинабельности, она тоже просто вычистима Потому что мы это... Да, да Вернем скупасность, можно строить просто перебором Еще вот я сказал, что там есть более сильный критерий Более сильный критерий стоит в том, что если у вас группа вычислимая И она конечнопрожденная, тогда у нас, понятно, есть граф Кэлли Если у нас... Вот предположим, что у нас фермеровская последствия, она устроена так Что она содержит единичку всегда Ну все элементы моего фермерского свой содержат единичку И они все связаны график Кэлли Тогда вот этот условие будет выполнено автоматически Вот такая вот заборная штука То есть, например, если это шары, то... Да, да Шары, например, если они автоматически... Ну, шары... Шары не так очень легко отписываются на самом деле Они отписываются в своем радиусе Вот, ну ладно Нет больше вопросов? Спасибо Продолжим